СТС ЛАВ представляет Начинаем шоу «Саранхэ»! Это «Саранхэ»! Шоу, где влюбленные получают деньги лишь за то, что знают друг друга по-настоящему хорошо. Сегодня этот тест на любовь пройдут Бахадир и Мария из Москвы! Привет, ребята! Такие улыбчивые, веселые. Класс! Бахадир, чертовски интересно, какая же у тебя национальность? Ну, если что, я не индус, я узбек. Я поэтому и спросил. Ты узбек? Да. Класс. А родом из Узбекистана? Нет, я родился здесь. У меня отец из Узбекистана, а мать из Уркменистана. Очень интересно. Коренной москвич просто, как я. Баха – программист. Он занимается разработкой игр для виртуальной реальности. Да, это так. Представляете? Мария получила диплом винодела. Отношения пары начались еще в школе. И вот уже больше семи лет ребята идут по жизни, держась за руку. АПЛОДИСМЕНТЫ Маш, а какой вот самый романтичный поступок сделал для тебя Баха? Наверное, это когда на мой день рождения он сделал мне сюрприз тем, что, знаете, как в фильмах, когда ты не знаешь, куда тебя ведут, а потом все твои друзья выходят. И вот примерно так и было. А, это очень приятно. Я просто уже не помню, какой был предлог, но мы должны были что-то такое сделать банальное, а оказалось, что вот все мои друзья устроили мне сюрприз. Судя по тому, что вы здесь, ребята, вы знаете друг друга на все сто. На все сто тысяч рублей. Именно такая сумма на кону в нашем шоу. Эти сто тысяч уже ваши. Ну, чтобы их забрать, нужно всего ничего – ответить на десять вопросов друг о друге. Если совпали ответы, то молодцы. Если нет или не успели ответить за отведенные 15 секунд, теряйте десять тысяч рублей. Один раз за всю игру каждый из вас может отказаться от ответа, но тогда вы потеряете двадцать тысяч рублей. Есть и приятное. Вы можете утроить свой выигрыш в нашей супер игре. Но об этом чуть позже. А пока, если вы готовы… Вы готовы? Готовы. Да. Отлично. Скажите друг другу Саранхэ. Мы начинаем. Саранхэ. Первые вопросы, первые десять тысяч рублей. Поехали. Маша. Запах чего Баха не любит больше всего? Время. Задумался и сам Бах. Принюхиваетесь. Баха осталось всего пять секунд, поэтому надо все-таки что-то писать. Итак, одна секунда. Баха, стоп. Давайте посмотрим, что же думает Маша, разводя руками в сторону. Алкоголь, то есть Баха вообще не пьет. Вообще. И не переносит запах алкоголя. Не переносит. Нет. И запах сигарет наверняка он тоже не переносит. Наверняка. Давайте посмотрим, что же ответил Баха и смеется просто. Мусор. Это так оригинально. Да. Да. Я никогда не задумывался над такими фактами в своей жизни. Вот теперь, понимаешь, придется задумываться. Ваши ответы, к сожалению, не совпали. Итак, Баха, вопрос для тебя. Где, по мнению Маши, прошло ваше самое запоминающееся свидание? Время. По мнению Маши. Осталось пять секунд и нужно все-таки что-то уже начинать писать. Потому что осталась одна секунда и время стоп. Давайте посмотрим, что же написал Баха. Мост у храма. У храма Христа Спасителя, я так понимаю, это очень красивое место. Это тот самый мост Патриарший, правильно? Где над рекой? Давайте посмотрим, согласна ли Маша. ВДНХ. К сожалению, ваши ответы не совпали. Но ваши ответы говорят о том, что у вас... Все свидания запоминают. Много свиданий. Как минимум два. Ничего страшного, не расстраивайтесь. Сейчас разгонимся сто процентов. Третий вопрос. Маша. Кого Баха считает самым главным человеком в своей жизни? Время. Кого Баха считает самым главным человеком в своей жизни? Семь секунд, друзья, осталось. Маша, торопимся. Осталось три секунды. Маша, Баха, Баха, Маша. Стоп! Время закончилось. Что-то под конец там рисовала, зарисовывала Маша. Давайте посмотрим. Так долго слово писала мама. Нет. А, Маша. Простите, я... Не мама. Маша, Маша, Маша. Маша та, которая Маша. Вот это вот самое, Маша, не мама. Ответ принят. Да, простит меня его мама. Посмотрим, согласен ли Баха. Маша. Итак, милое сердечко. Ваши ответы совпали. Первые десять тысяч рублей. Баха, вопрос для тебя. Какой у Маши любимый цвет нижнего белья? Время. Не у тебя. У Маши. Осталось семь секунд. Маша справилась. Баха. Отлично. Давайте посмотрим, что же ответил Баха. Черный. Вот как ты понял этот вопрос? Как ты думаешь, я сейчас говорил о твоем нижнем беле или о ее? Конечно же, не о моем, надеюсь. Вот ее нижнее белье. Любимый цвет черный. Да, я так полагаю. Просто мне кажется, иначе ты бы написал там труселя с суперменами или со спанчбобами. А какое ты любишь, когда у меня нижнее белье? Ну вот сейчас мы и посмотрим. Маша. Что же ответила Маша? Черный. Ответы совпали. Еще десять тысяч в вашей копилке. Видите, как все оказывается не сложно. Воздушные петули передают друг другу. Итак, двадцать тысяч рублей уже у вас в семейном бюджете. Поехали. Следующий вопрос. Маша. Какое твое слово паразит? Баху просто бесит. Время. Твое слово паразит бесит Баху. Вот ему не нравится, он говорит, ну Маша, ну сколько можно говорить слово Маша? И везде писать слово Маша. Стоп, время. Итак, посмотрим, что же ответила Маша. Вот. Вот так вот. Маха, вот, ну вот, ну вот, собственно я пришла вот и вот я вот. А правда есть? Ну, мне кажется, что иногда проскакивает, да. Бывает и это может бесить. Я даже сама за собой замечала на каких-то видео, если меня снимают, да. Ну что вот тут вот скажешь, вот. Нормальное вот слово, я тоже вот постоянно люблю слово вот. Ну вот я не знаю, мне кажется, вот это слишком как-то вотовский. Вот, вот, да. Давайте посмотрим, согласен ли Баха. Баха. Нет такого. К сожалению, ваши ответы не совпали и я, если честно, догадывался, что Баха напишет именно так. Ну что, едем дальше. В очередной раз за десяточку, правда, Баха доказал, что любит Машу. Ну, это неплохо. Это бесценок за то, чтобы доказать, что я тебя люблю. Конечно. Что там за десять косарей-то? Это Саранхэ, шоу, где влюбленные получают деньги лишь за то, что знают друг друга по-настоящему хорошо. Сегодня наш тест на любовь проходят Бахадир и Мария из Москвы. Итак, Баха и Маша уже успели заработать двадцать тысяч рублей. И это совсем неплохо, потому что мы только недавно стартанули и есть еще в запасе пять вопросов. А это значит возможность заработать еще пятьдесят тысяч. Поехали. Вопрос Бахи, Баха. Кем бы Маша была бы в цирке? Время. Итак, такой очень интересный вопрос. Если бы Маша была работником цирка, кем бы она была? Так. Очень быстро справились. Давайте посмотрим, что же ответил Баха. Фокусник. Постоянно выкидывает фокусы? Конечно. Баха, смотри. Пощечину. Конечно. Я спокойна на самом деле всегда. У тебя просто спокойные холодные фокусы. Карточные. О, ты все-таки есть способности. Задатки. Задатки. Фокусника. Давайте посмотрим, что же ответила Мария. Фокусник. Ответы совпали. Вау. Класс. Это уже становится интересно. Еще десять тысяч благодаря навыкам Маши в шулерстве. Продолжаем. Итак, Маша, вопрос для тебя. Из-за чего, по мнению Бахи, вы чаще всего ругаетесь? Время. Всего одно слово. Из-за чего, по мнению Бахи, вы чаще всего ругаетесь? Осталось три секунды, поэтому нужно уже заканчивать писать. Время. С сомнениями опускает руку Маша. Давайте посмотрим, что же она написала. Быт. То есть, всему виной все ругачки, ссоры из-за быта. Кто не помыл посуду, кто не подмел. Я бы написала, что мы редко ругаемся. Хорошо, давайте посмотрим, что же ответил Баха. Бардак. Так. Мне кажется, это близко. В целом, могу я, могу я принять этот ответ. Потому что быт, бардак, это одно и то же. Если бы, естественно, Баха написал, что, там, ругаетесь вы из-за, там, не знаю, вредности или чего-то, это было бы, конечно, совсем другое. А в понимании мужчины бардак и быт, это просто одно и то же, мне кажется. Поэтому, естественно, мы... Спасибо, что понимаешь. От души. Ну что, ребята, я очень рад за вас. Еще 10 тысяч рублей вы заработали. Итого, 40 тысяч рублей у вас в кармане. Мы продолжаем. Итак, поехали. Баха, вопрос для тебя. Какое место в квартире Маша любит больше всего? Время. Ну, Маша уж-то наверняка знает. Посмотрим, знает ли Баха. Стоп таймер. Мы закончили. Посмотрим, что же написал Баха. Свой стол. Ага. То есть, у нее есть свой стол, которому ты ни-ни. Конечно, да. Подошел, по руке получил. Это как кабинет такой. Стол-кабинет. Хорошо. Давайте посмотрим, так ли это. Маша. Свой стол. Причем написали-то так же. Ваши ответы совпали. Свой стол. Именно свой стол. Указала же. Ни его, ни наш. Ни его. Свой стол. Мой. А у тебя есть свой стол? Да. А, то есть, у вас два стола? Ну, да. Да. Стена между столами, чтобы не дай бог. Стены нет. Итак, друзья, я вас поздравляю. 50 тысяч. Ваши. И эта сумма может увеличиться до 70, если вы ответите правильно еще на два вопроса. Вопрос для Маши. Мария. Сколько Баха поставил бы твоему чувству юмора по десятибальной шкале? Время. Очень резко Маша, прям уверенно в себе. Что-то дописывает Баха. Примечание к своей оценке. Итак, стоп-таймер. Давайте посмотрим, что же написала Маша. Естественно, десять, читает Маша. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты прям... Юморю просто. Она пропала. Высшая лига КВН, да? С такой заявкой я должен, наверное, увидеть ответ Бахи. Давайте посмотрим. Десять из десяти. Господи. Десять из десяти. Ну что, ну естественно, как бы они могли ответить по-другому. Десять тысяч рублей благодаря десятибальной отметке юмора Маши зарабатывает наша парочка. Только не простите меня рассказать анекдон. Вот я только хотел. Я не готова. Ты же должна доказать всей стране, не только Бахи. Вдруг Баха смеется, просто палец ему показал. Конечно. Слушай, Машка, да ты просто бог юмора. Вот, смотрите. Ну хватит, ну что ты. Я и сказал, что и следовал доказать. Работает-то палец. Отлично. Итак, друзья. 60 тысяч рублей. Неплохая сумма. У нас остался финальный вопрос. И этот финальный вопрос прозвучит для Бахи. Баха. Смогла бы Маша станцевать в стрип-клубе? Время. Предыдущий вопрос был проще, мне кажется. Ну да, судя по тому, что ты любишь посмеяться над ее пальцем, он был гораздо проще. Здесь-то надо станцевать не на пальце. Ну что, ребята, время закончилось, давайте посмотрим, что же ответил Баха. Нет. Почему? Ну, потому что она бережет мои чувства и поэтому не стал бы так рисковать. Потому что я приличная девушка. Ну ладно, может быть и так. Нет. Представь. Стрип-клуб закрылся для тебя. День рождения твое. Нет никого, кроме тебя и Маши. И она тут... А, ну в таком случае, конечно, да. Как бы у нас уже не было подробностей и вопросов. А вдруг там камеры нет? Так. Был абстрактный стрип-клуб. А вдруг Маша подумала именно так? Ну, для Бахи я бы станцевала. Маша, ты же так не подумала. Посмотрим. Давайте посмотрим, что же подумала Маша. Нет. Ваши ответы совпадают. Еще 10 тысяч рублей к вашей копилочке. Класс. Итак, друзья, я вас поздравляю. У вас 70 тысяч рублей. Большая сумма. Вы очень хорошо знаете друг друга. Просто великолепно. И это не может не радовать, потому что я хочу предложить вам сыграть со мной в супер-игру. Если вы дадите мне три правильных ответа на три вопроса, Ваши ответы совпадут. Я утрою вашу сумму, и вы получите не 70 тысяч рублей, а 210 тысяч рублей. Баха, ты же программист. Теория вероятности у тебя в голове. Да, и поэтому я знаю, что... 70 тысяч вы заработали из десяти ответ на семь. Больше, чем две трети. То есть вероятность того, что вы играете в супер-игру, очень велика. Заманчиво. Наверное, мы все-таки откажемся. Да? Даже засомневалась Маша, что ты отказываешься. Почему? Потому что выиграть что-то – это здорово, а проиграть все – немножко грустно. Но вы же молодые, деньги сейчас ничто. Вы еще успеете заработать. Но если вдруг вы сорвете куш, потом она тебе всю жизнь будет припоминать. А я же тебе говорила, что ты... Ну раз ты готова, то давай. Маша, ты готова? Да. Итак, решает Маша. Мы играем в супер-игру. Это Саранхей. У нас супер-игра! Итак, ребята. В супер-игре вам предстоит ответить всего на три вопроса. Это будут вопросы не друг о друге, а о вас двоих. То есть отвечать на них будет по теории проще. Если вы обсуждаете некоторые вещи, которые происходят с вами. А если опираться на то, сколько вы выиграли денег в основной игре, вы очень много обсуждаете и очень хорошо знаете друг друга. Если все три ваших ответа совпадут, вы получите не 70 тысяч, а 210 тысяч рублей. О, это было бы круто. Но я должен вас предупредить. Если вы хотя бы в одном случае ошибетесь и ваши ответы не совпадут, вы потеряете свои 70 тысяч рублей. Но не будем о грустном. Итак, друзья, сосредоточились. Супер-игра. Первый вопрос. Какую вещь вы обязательно взяли бы с собой на отдых, если бы можно было взять только одну? Время. Уверенно отвечает Баха. Всего одну вещь на отдых. Итак, время, друзья, вышло. Что-то засомневалось. Маша, вы готовы? Нет. Ставки есть какие-то? Я ставлю, что мы проиграли. Ладно, давай. Почему? Может быть. Потому что мы немножко по-разному думаем о сборах к отпуску. То есть каждый отвечает за свой сегмент? Да. Давайте посмотрим, что же вы написали. Паспорт. Телефон. Честно, логически, самая главная вещь на отдыхе, когда ты куда-то собираешься лететь, отдыхать, естественно, это паспорт. Все остальное можно приобрести и купить. Когда вы выезжаете куда-нибудь отдыхать, в первую очередь, когда вы думаете о том, могли ли мы что-то забыть, вы спрашиваете друг у друга, ты взяла паспорт? Или ты, говоришь ему, ты взял паспорт? Потому что без паспорта вы не улетите на отдых. Ребята, к сожалению, ваши ответы не совпали. И я прошу вас, не расстраивайтесь. Вы великолепная пара. Спасибо. Очень приятная, очень веселая, улыбчивая, позитивная. Правда. Это было шоу Саранхэ, в котором принимали участие Баха и Мария. Ну а я на то лицо и прощаюсь с вами, и говорю каждому. Саранхэ, я тебе люблю. Спасибо.